Беседа пятая о святом апостоле Павле. Где теперь те, которые обвиняют смерть и говорят, что это страстное и тленное тело, служат для них препятствием к добродетели? Пусть они слушают о делах Павла и оставят эту злую клевету. Какой вред нанесла смерть нашему роду? Каким препятствием для добродетели послужила тленность? Посмотри на Павла и увидишь, что смертность доставила нам даже величайшую пользу. И если бы он не был смертным, то не мог бы сказать, или лучше не мог бы показать того, что он выразил делами. 1 Коринфянам 15.31 Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалу и вашей братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. Во всем нам должно иметь душевное усердие. И нисколько не будет препятствием то, что мы подвержены вышесказанному. Разве Павел не был смертным? Разве не был простолюдином? Разве не был бедным и не приобретал пищу ежедневными трудами? Разве не имел тела, подверженного всем естественным потребностям? А что воспрепятствовало ему сделать таким, каким он был? Ну, ничто. Поэтому никто из бедных пусть не падает духом, никто из простолюдинов пусть не унывает, никто из уничиженных пусть не сетует, но только те, которые имеют душу расслабленную и ум обессилевший. Одно только бывает препятствием к добродетели – порочность души и расслабление ума. А кроме того, ничто другое. Это видно из примера блаженного апостола, собравшего нас ныне. Как ему нисколько не повредило вышесказанное, так, напротив, язычникам не принесло никакой пользы ни красноречия, ни обилие богатства, ни знатность рода, ни величие славы, ни власть. Что говорить о людях? Или лучше для чего долго держать речь о земле, когда можно нам сказать о вышних силах, началах, властях и миродержателях тьмы века сего? Какой пользы принесло им то, что они получили такое естество? Не явятся ли все эти силы, чтобы быть судимыми Павлом и подобными ему? Не знаете ли, говорит он, что мы будем судить ангелов, ни тем ли более дела житейские? И так не будем печалиться ни о чем другом, кроме одного только порока. И не будем веселиться и радоваться ничему другому, кроме одной только добродетели. Если мы будем ревностно упражняться в ней, то ничто не воспрепятствует нам сделать соподобными Павлу. И он сделался таким не только по благодати, но и по собственной ревности и по благодати потому, что был ревностен. С избытком было в нем то и другое. И дарования Божьи сообщены были ему, и собственное расположение было в нем. Хочешь ли знать дарования Божьи? А где ж Павла боялись бесы? Но я не удивляюсь этому, равно как и тому, что тень Петра прогоняла болезни. Удивляюсь же тому, что он явился делающим дивно еще до получения благодати с самого порога и с самого начала. Еще не имея такой силы и не получив рукоположения, он воспламенился такой ревностью ко Христу, что восстановил против себя весь народ иудейский. Видя себя в такой опасности, он даже стал, что даже стали стеречь город. Он спустился по стене в корзине и удалился, но и затем не впал в беспечность, в робость и страх, а возымел от этого еще большую ревность и благоразумно устраняясь от опасности, не устраняясь однако ж ни от какого подвига проповеди, но взяв опять крест, последовал, хотя и имел перед собой пример Стефана, и видел, что иудеи всего больше против него дышат ненавистью и желают пожрать самую плоть его. Таким образом, он не подвергал себя безрассудно опасностям, а с другой стороны, убегая их, не оставался недеятельным. Он весьма любил настоящую жизнь по причине пользы, происходящей от нее, но и весьма презирал ее по любомудрию, до которого достиг он через это презрение, или по сильному желанию отойти к Иисусу. И вот что всегда я говорю о нем и никогда не перестану говорить, никто, впадая в противоположные обстоятельства, не обращал так в пользу и тех, и других. Никто столько не любил настоящей жизни даже из тех, которые сильно любят свою душу, и никто столько не презирал ее даже из тех, которые насильственно убивают себя. Так он был чист от всякого пожелания и не пристращался ни к чему настоящему, но всегда соглашал свое желание с волей Божией. Иногда говорил, что жизнь необходима и союза, и общение со Христом, а иногда считал ее столь тяжкую и невыносимую, что воздыхал и стремился к отрешению от ней. Он желал только того, что приносило ему пользу по Боге, хотя иногда это и было противоположно прежним его действиям. Он был не одинаков и разнообразен, не из лицеприятия, да не будет, но был всем, чего требовала польза проповеди и спасения людей, подражая в этом своему Господу. И Бог ведь являлся и человеком, когда надлежало быть этому и в огне, когда требовали этого обстоятельства, являлся то в образе вооруженного воина, то в виде старца, то в ветре, то как путник, то как настоящий человек, причем не отказался даже умереть. Когда я говорю, этому надлежало быть, то пусть никто не считает сказанного необходимостью для Бога, но только делом его человеколюбие. Иногда он восседал на престоле, а иногда на херувимах, но все это делал по целям домостроительства, почему и говорил через пророка. Осия 12.10 Так и Павел, подражая своему Господу, не подлежит осуждению за то, что он являлся то, как иудей, то, как не знающий закона, то соблюдал закон, то пренебрегал законом, иногда дорожил настоящей жизнью, иногда придирал ее, то просил денег, то отвергал и предлагаемое, приносил жертвы и остригался, и снова проклинал делающих тоже, то совершал обрезание, то отвергал обрезание. Эти действия были противоположны, но мысль и намерения, с какими это делалось, были весьма последовательны и согласны между собою. Одного искал он, спасения слушавших и видевших, поэтому-то именно он то превозносит закон, то отвергает его, так как он был не одинаков и разнообразен не только в делах и словах, не переменяя мысли и не делая, не делая что тем, то другим, но оставаясь тем, чем был, и приспособляя каждое слово свое к данным обстоятельствам. Не порицай же его за это, а напротив, за это самое особенно прославляй его и увенчай. Так и врача, когда видишь, как он то прижигает, то делает припарки, то употребляет железо, то лекарства, иногда лишает пищи и питья, а иногда дозволяет больному вполне насыщаться ими, иногда окутывает его со всех сторон, а иногда приказывает этому же самому больному, когда он согрелся, выпить целый сосуд холодной воды. Ты не будешь осуждать за разнообразие и постоянную перемену средств. Напротив, тогда ты особенно и будешь хвалить искусство, видя как то самое, что нам кажется противным и вредным, он употребляет с уверенностью и предлагает безопасно. Так действует человек искусный. Если же мы одобряем врача за его противоположные действия, то гораздо более должно прославлять душу Павла, которая так приспособлялась к страждущим, потому что страждущие душой не меньше больных телом нуждаются в искусстве и разнообразных пособиях. Если прямо приступим к ним, то потеряется всякая надежда на их спасение. И что удивительно, если так поступают люди, когда Бог всемогущий употребляет такой же способ врачевания и не всегда прямо беседует с нами. Так как Он желает, что мы были добрыми по своей воле, а не по принуждению и насилию, то нужно было и для него разнообразие действий, не по его бессилию, да не будет, а по нашей немощи. Для него достаточно только сделать мановение, или вернее только захотеть, чтобы сделать все, чего Он не захочет, а мы, однажды, сделавшись властными над самим собою, не соглашаемся во всем покоряться Ему. Таким образом, если бы Он стал влечь нас против воли, то отнял бы то, что Сам даровал, то есть свободу произволения. Посему, чтобы этого не случилось, необходимы для Него многие способы действования. Это сказано нами не просто, а ввиду разнообразных и мудрых действий блаженного Павла. Так, когда ты видишь Его избегающим опасностей, то удивляйся Ему столько же, сколько и тогда, когда видишь Его идущим на них, как последнее, знак Его мужества, так первое, мудрости. Когда видишь Его говорящим о себе высоко, удивляйся столько же, сколько и тогда, когда видишь Его уничижающим себя, как последнее, знак смиренно-мудрия, так первое, великодушие, когда видишь его хвалящимся, удивляйся столько же, сколько и тогда, когда видишь его отвергающим от себя похвалу. Последнее знак нрава не гордого, а первое любвеобильного и человека любьего, потому что он поступал так, устрояя спасение многих. Почему и говорил. 2 Коринфянам 5.13 Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Подлинно никто другой не имел столько поводов гордости, и однако никто другой не был так чист от надменности. Посмотри. 1 Коринфянам 8.1 Но знание надмевает. И это все мы можем сказать вместе с Павлом. И в нем было столько разума, сколько ни в ком из людей, когда-либо существовавших, однако он не превозносился им, но и в этом самым уничижает себя. Так он говорит. Отчасти разумеем, и отчасти пророчеством. Еще. Братья, я не почитаю себя достигшим. Еще. Кто думает, что он знает, тот еще ничего не знает. Пост так же надмевает. Это показывает фарисей, который говорит, спащусь два раза в неделю. А Павел не только постясь, но и претерпевая голод, называл себя извергом. Что говорят о посте и разуме, когда у него были такие и столь частые беседы с Богом, каких не имел никто из пророков, ни из апостолов. И однако поэтому он смирялся еще более. Не говори мне о беседах написанных. О большей части их он умолчал. Не о всех сказал, чтобы не приписать самому себе великой славы. И не о всех умолчал, чтобы не разверзлить устал же апостолов. Ничего не делал он спроста, но все по справедливой и основательной причине. И с такой мудростью совершал противоположные дела, что во всем оказывается достойным одинаковых похвал. Говорю это вот что я разумею. Великое благо. Не говорить о себе ничего великого. Но Павел делал это и так благовременно, что заслуживает похвал больше тогда, когда сказал, нежели когда бы молчал. Если бы он не сделал этого, то заслуживал бы осуждения больше, нежели те, которые безвременно хвалят себя. Потому что если бы он не хвалился, то погубил бы и предал все и возвысил бы дела врагов. Так он умел всегда пользоваться временем, делать и запрещенное с правою мыслью и с такой пользою, что заслуживает за это похвалы не меньше, чем из-за исполнения предписанного. Подлинно. Павел хвалять заслужил больше одобрения, нежели иной, скрывая свои добрые дела, так как никто из скрывавших свои дела не совершил столько добрых дел, сколько он, говоривший о своих. И то здесь еще удивительнее, что он не только говорил о них, но и говорил столько, сколько было нужно. Когда обстоятельства предоставляли ему великую свободу говорить о себе, он не пользовался ею неумеренно, а знал, до какого предела нужно было дойти, и этим он не ограничивался, но чтобы не соблазнить других и не расположить их к самохвальству. Он называет себя зато безумным, потому что сам делал это не по требованию нужду. Могло случиться, что другие, взирая на него, стали бы понапрасну и неразумно пользоваться его примером, как бывает часто со врачами, когда один благовременно употребляет какое-нибудь лекарство, а другой употребляет тоже безвременно, причиняет вред и отнимает силу употреблять у лекарства, чтобы не случилось этого, и здесь, смотря, какую употребляет он предосторожность, намереваясь хвалить себя, он не однажды и не дважды, но многократно уклоняется. Если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумению, но вы и не сходите ко мне, 2 Коринфянам 9, 1, и еще, что скажу, то скажу, не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу, стыду говорю, что на это у нас недоставало сил, а если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я, 2 Коринфянам 9, 17, 21, сказав это, он не ограничился тем, но намереваясь опять приступить к похвалам себе, скрывает себя и говорит, знаю, знаю, человека, и еще, таким человеком могу хвалиться, 2 Коринфянам 12, 2, 5, и после всего этого я дошел до неразумия, хвалясь, говорит, вы меня к этому принудили, 2 Коринфянам 12, 11, и так, кто столь безрассуден и крайне бесчувствен, что видя, как этот святой, даже при требовании такой необходимости, медлит и уклоняется говорить о себе что-нибудь великое, подобно коню, который, подбегая ко врагу, постоянно отскакивает назад, хотя бы и намереваясь совершить великое дело, не станет всеми силами избегать похвалы себе и только по требованию обстоятельств прибегнет к этому. Хочешь ли, я представлю тебе в нем нечто и другое подобное, поистине, удивительно и то, что он не считал достаточным свидетельства совести, но и нас учил, как должен каждый приступать к этому, не сам только оправдываясь требованием обстоятельств, но и других научая не избегать похвалы в случае нужды, а с другой стороны не прибегать к ней безвременно. В самом деле, теми словами, которые он сказал, он как бы выразил следующее, великое зло говорить о себе что-нибудь великое и дивное, признак крайнего безумного мира, возлюбленный величать себя похвалами без всякой нужды и нужды настоятельной. Это не значит говорить по Господу, а больше служит знаком глупости и лишает нас всякой награды за многие подвиги и труды. Все это и больше того Павел говорил всем, когда оправдывался в похвалах себе и в случае необходимости, но еще важнее то, что он и в случае необходимости не все высказывал, но умалчивал о большем важнейшем, ибо приду, говорил он, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня 2 Коринфянам 12.1.6 Этими словами он научает всех, чтобы мы даже в случае необходимости высказывали не все, что сознаем за собою, а только то, что полезно для слушателей. Так поступал и Самуил, и об этом святом упомянуть не излишне, так как и его похвалы служат нашу пользу. Он также некогда хвалил себя и высказывал свои добрые дела, но какие? Те, которые знать полезно было слушателям. Он не распространялся ни о целомудрии, ни о смиренно-мудрии, ни о непамятозлобе, ни о чем. О том, что особенно нужно было знать царствовавшему в то время о справедливости и о том, чтобы иметь руки чистые от даров. 1 Царств 17.34 Также Давид, когда хвалился, то хвалился тем, чем мог исправить слушателю, и он не говорил о какой-нибудь другой своей добродетели, но указал на медведя и льва и ничего более, потому что говорить о себе более надлежащего свойственно человеку честолюбому и честлавному, а говорить то, что может быть необходимым для настоящей пользы, свойственно человеколюбивому и имеющему в виду пользу многих. То же делал и Павел. На него клеветали, будто он не истинный апостол и не имеет никакой силы, поэтому необходимо было обратиться к тому, что особенно доказывало его достоинство. Видишь ли, чем он научал слушателя не хвалиться напрасно? Во-первых, объяснением того, что он делал это по необходимости, во-вторых, тем, что называл себя даже безумным и выставлял много оправданий. В-третьих, тем, что не все высказывал, но о большем умалчивал, да и то, когда требовал необходимость. В-четвертом, тем, что горел от другого лица, сказав «Знаю человека» 2 Коринфянам 12, 2. 5. В-третьих, тем, что выставлял на вид не всю какую-нибудь добродетель, а ту сторону ее, которая особенно была нужна для настоящего случая, и не только тогда, когда хвалил себя, но и когда укорял других, он был таков. Хотя и запрещено укорять брата, но Павел и это делал так присойно, что заслужил по хвалу больше одобряющих. Так галатов он называет несмысленными и раза два Галатам 3, 1 и крестьян утробами праздными и злыми зверями Ситу 1, 12. Однако из-за этого он прославляется, потому что он преподал нам правила и закон не поблажать людям, не брегущим о Боге, но обращать к ним речь обличительную. И всему у него есть мера, потому-то он достоин похвалы за все, что не делал и не говорил. Укоряет ли он или хвалит, отвращается ли от кого или заботится, превозносит ли себя или уничижает, хвалится или смиряется. И что тебе удивляться, если укоризна и порицание доставляют похвалу, когда доставляли похвалу и убийство, и обман, и хитрость, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Итак, исследовать все это тщательно будем и удивляться Павлу. И прославлять Бога и сами так пользоваться Его примером, чтобы достигнуть вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которым слава и держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok